Мы полгода не могли купить ящик. Я запроектировала. И видите, вот сюда не влазит. Я танцевала с этим кофром. И мне было обидно. И я думала, ну у меня же всё должно. Но не может это быть. Тогда будет заполнено. 34, 35, 36, 37, 38, 39. Тоже всегда будет заполнено. Поэтому вот такие бывают косяки. Всем привет, это Тань Матань на канале Позитивные идеи. И пока у меня расхламление, и шкафчик мой пустой. Про расхламление я делала предыдущее видео. Посмотрите обязательно мои принципы, что я делаю. И пока он у меня пустой, очень удобное время рассказать вообще про весь шкаф, как я его планировала. Потому что это икеевский шкаф ПАКС. И когда я его себе проектировала, у меня было столько вопросов. И я не находила нигде ответов. Ни на официальном сайте. Я не могла это спросить и узнать до конца у самих продавцов. И только на практике, пока всё на место у меня не встало, у меня только тогда началось понимание, а как вообще его запроектировать, сколько нужно полочек, как что это будет, а как будут ручки, а как будут все вот эти вот мелочи, нюансы. Я постараюсь вам их рассказать. Субтитры сделал DimaTorzok У меня будут и плюсы, и минусы. У меня больше, конечно, восторгов, больше положительных эмоций от ПАКСа. И когда мы подбирали, то есть мы объездили все магазины, мебельные, вообще все. И первая моя задача была, так как у меня был предыдущий шкаф низковат, и наверху лежали чемоданы, то я хотела однозначно высокий шкаф. При этом я не хотела антресоли, потому что они визуально как бы обрезают шкаф, и вот визуально комната как бы принижается. Я хотела вот удлиненную вот такую вот конструкцию, и что у меня и получилось. Конечно, мне хотелось что-то оригинальное, современное. Я что-то находила, но все время не находила по высоте. Это шкаф 2,35. И у меня нет никаких антресоли. Визуально у меня расширилось пространство за счет того, что он такой длинный здесь стоит. И иногда как раз бывают эффекты, если слишком тяжелый угловой шкаф, он обрезает пространство. Мой шкаф пространство не обрезает, а наоборот его как бы увеличивает. Это и благодаря цвету, это благодаря зеркалу, и благодаря вот этим вот длинным линиям. В некоторых магазинах меня убеждали, что вообще невозможно сделать шкаф, что мебель, она так спроектирована, что станки мебельные не могут отрезать вот такого размера. И когда я говорила, вы знаете, я вообще-то уже в Икее нашла такой шкаф. И мне такие, а, ну ладно. Причем, когда мы у кого-то спрашивали, практически все наши друзья говорили, да купите Пакс, он так легко собирается, он такой простой в эксплуатации, то есть и вы под себя все подберете. И вот это вот общественное мнение, оно на нас наложилось, и высота, и мы поехали. Первый раз я поехала в Икее, до этого у меня ничего не было из этого магазина. И когда мы стали подбирать, во-первых, я купилась на цвет. И, во-вторых, вот на то, что я действительно могу скомбинировать то, что я хочу. Мы сначала вернулись, залезли на их сайт, и там у них есть конструктор. Благодаря этому конструктору мы начали комбинировать. Но в этом конструкторе кое-какие вещи мы не понимали, почему-то так можно, а так нельзя. Но об этом сейчас поподробнее потом. Когда мы стали собирать пакс сами, то я поняла, что любой человек, который хочет сделать свой бизнес в мебели, он должен один раз хотя бы собрать шкаф в пакс. Действительно удобно. Такой доступной и умной инструкции я не видела нигде. И с картинками веселыми. И вот действительно она читается и понимается. Потому что русский человек вообще не любит инструкции. А почему он не любит? Потому что он их писать не умеет. И хороших инструкций нет. А когда хорошие инструкции, ты будешь по ней выполнять. В комплект шло вот всё. Необходимое количество винтиков. Необходимый инструмент. То есть все шестигранники. Перчатки. Одноразовые перчатки, чтобы собирать мебель. Понимаете, вот какие-то вот такие мелочи. Дальше. Сама мебель была проложена вот такой бумагой. Я в неё влюбилась. То есть чтобы не ёрзала мебель, между собой не царапалась. Такая тонкая бумага, на которую нанесён тонкий клей. И ничего не съезжает, ничего не обратно. То есть ничего не ёрзает. И мебель приходит без всяких царапин. Хотя полностью я не могу сказать, у кого там какие проблемы есть. Но они, по крайней мере, стараются это исключать. Следующий момент. Это задняя стенка. Задняя стенка я никогда не видела такой сборки. Потому что у меня муж собирал один. И собрал один полностью шкаф. То есть всё продумано так, что человек один может собрать этот шкаф. Понимаете, даже женщина может справиться. Потому что всё доступно в инструкции. И всё удобно состыковывается. Так вот, задняя стенка я не видела никогда такой. Потому что обычно на наших шкафах задняя стенка либо состыковывается и потом прибивается. Либо делается там она из двух частей. И либо вот всё время что-то, что-то неудобное. Потом у меня из-за того, что вот вы этими гвоздиками, значит, прибиваете, эти задние стенки вещами и ящиками выдавливаются. И нужно добивать. Правильно? То есть здесь, во-первых, вот когда вы раскладываете вот эту заднюю стенку, она настолько идеально разложена. Я сначала и не поняла. То есть она узкая приходит. Вы так её разложили, и она сразу состыковалась. Гвоздики удивительные. Они со специальной насечкой, что позволяет их крепче держаться. Вот таких вот мелочей их много. Но начнём с того, как его запроектировать. Вот смотрите. У нас это два шкафа, которые, видите, стыковые. Есть вещи, которые нас удивили. Мы, например, когда делали, проектировали шкаф, то мы не могли понять. Буду показывать вам подробнее и рассказывать. Вот каждому хочется, чтобы было несколько полочек и выдвижные ящички. Этот шкаф глубиной на 60 у нас. И мы, когда проектировали, мы не могли понять, а сколько же нам нужно полок и сколько влезет. И сколько нам нужно ящичков. И когда мы ставили в конструкторе ящики, у нас вниз ящик не вставал. Мы не могли понять, почему. А вот с чем это связано. Значит, показываю первый нюанс. Это то, что здесь петля. И её вы в конструкторе не увидите. И в нижнюю часть всегда можно вставить только корзину. Видите, как сделана петля? И это для меня было удивительно. Я об этом узнала только, когда в самом магазине зашла и стала рассматривать там. И в результате мы поняли, что сюда можно вставить только корзину. Дальше. И пошли ящички. Давайте посчитаем, сколько нужно на ящички. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре. Пятая у вас будет корзина. Дальше. Следующее у вас будет вот. Потом вот. Это всё крепление нижнего ящика. То есть шестое вы не сделаете. Вы в седьмое только сможете вставить крепление для ящика. Видите? В седьмое. Восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое. Двенадцатое опять заглушается. В тринадцатую следующий ящичек. Четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая, восемнадцатая опять заглушается. В девятнадцатую вставляется ящик. Двадцатая, двадцать первая, двадцатая, двадцат третья. И вот двадцать четвёртая у вас только уже может быть какая-то полочка. То есть вот если у вас вы хотите три ящичка, то помните, вот двадцать три точечки вы можете запланировать ящичками. Вообще это удобно, но когда вам говорят, что хотите, то и делайте, как хотите, запроектируйте, на самом деле, видите, есть ограничения. Здесь ещё бывают выдвижные плоские, но с ними я не знаю. Ну, они под какие-то украшения и так далее там бывают у них. Но вы на сайте увидите, как они выглядят. Ящики, смотрите, они сделаны, тоже продуманы. Вот эта щель, это чтобы не защемить пальцы, если вы открываете, закрываете ящички, понимаете? Вот, это всё достаточно хорошо продумано, ящик не нужно перезаполнять, и чтобы пальцы не прищемлялись. Это возможно только внутри в гардеробной, потому что наружные ящички, чем проблема как раз бывает, с защемлением пальцев. Теперь вам дальше нужно разместить полочки. У вас есть ограничения, что всегда петли будут на одних и тех же. Вот посчитаем, это 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 всегда будет заполнено, 34, 35, 36, 37, 38, 39 тоже всегда будет заполнено, потому что здесь петли. И ничего вы не сделаете. То есть я, например, думала, что у меня вот этот вот будет где-то вот на этом уровне, но я здесь не могу разместить ниже, ни выше из-за петли. То есть либо здесь я должна разместить, а я вот прям реально рассчитывала, что я вот здесь вот где-то размещу полочку. Но вот видите, она у меня получилась завышенной. Либо мне её слишком низко делать, либо, в общем, я голову ломаю до сих пор, потому что я реально хочу четвёртую полочку, и всё, думаю, заузить мне эту или нет. Дальше. Но вот эти полки мы уже делали по остаточному принципу, потому что сначала проектировали верхние полки, так как высокий шкаф, для того, чтобы им было удобно пользоваться, то верхние уровни лучше делать вот такими кофрами. Видите, как всё это аккуратно, я уже показывала. Но сколько же нужно для кофры? Вот смотрите. Вот у вас идёт кофра. Вот раз, петля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, восемь вам нужно для вот такой кофры. Шесть между, и у нас везде так, раз, два, три, четыре, пять. Видите? Вот здесь вот она. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь тоже шесть, и там тоже шесть. И тогда вот этот вот кофр очень хорошо встаёт. Остальное мы уже по остаточному принципу пока вот так разместили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тоже уже здесь семь. И здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть, здесь мы сделали равное расстояние, здесь большое. Вот по-хорошему здесь можно ещё одну полочку. Либо вот, ну не знаю, вот если у вас будет возможность вот выдвижное ещё такое для украшения или ещё что-то, то она может здесь занять какое-то место, эта полка подняться. И тогда будут эти полки одинаковые. Вот на таких моментах я хотела здесь показать, потому что мне было реально непонятно. Вот эта дверь, я до сих пор не знаю, в какую сторону лучше было сделать открытие двери. Потому что вот у меня вот эта дверь, она перекрывает свет. У меня окно находится вот там, с той стороны. Сейчас просто у меня лампа, которая подсвечивает. Но если, сейчас я выключу и покажу, как это выглядит. То есть, вот прямо вот вам покажу. То есть, когда свет только от окна, то здесь темновато, понимаете? Вот начинается. Сейчас ещё светлый день, и то всё равно. И лампа у меня находится, как бы там подсвечивает. И здесь получается темновато. Если вы дверь будете размещать с этой стороны, в сторону окна, то учитывайте это, что для шкафа это очень важно. Вот я всё время теперь думаю, подсветку мне здесь что-то какую-то сделать. Ну, не знаю, прям реально, когда я ищу вещи, я чувствую вот этот вот нюанс, что нужен свет. И, кстати говоря, не делайте тёмное наполнение, если у вас шкаф стоит так же, как у меня. Видите, у меня шкаф стоит напротив окна, в дальнем углу. И имейте в виду, что если при таком расположении, да и при любом, то внутри лучше делать светлое. Опять же, из-за того, что когда тёмный, то в нём реально, вот знаете, прям как в подвал запускаешься. И спасибо мне, кто-то прям написал ещё на стадии проектирования из моих подписчиков, чтобы это учитывали, что это реально неудобно. Так, здесь мы всё посмотрели. Давайте следующий. Очень быстренько я здесь расскажу, в чём здесь тоже загвоздка. Здесь я тоже хотела, думаю, вот эти два верхних я сделаю тоже вот такой же кофр. Думаю, ну всё, какая я молодец, я всё подсчитала, эти полочки, значит, две разместила. Потому что я посчитала, видите, вот эта штанга, естественно, я сюда хотела разместить. И над штангой вот две очень хорошо помещаются, но по расчётам, по моим. Внизу у них бывает свой родной кофр, и вот у меня стоит чемодан. И для этого я как бы и хотела этот шкаф, чтобы вот чемоданчик туда этот убрать. Поэтому здесь у меня нету никаких полок, потому что бывает, что здесь, чтобы пространство это использовать, полочки выдвижные тоже делают. И, пожалуйста, это уже ваше дело, ваше проектирование. Но в моём случае, видите, это совершенно не нужно. У меня здесь стоит корзина для белья, которую я глажу. Вот сейчас я её убрала, чтобы вам было нагляднее что-то показать. И вот я купила кофр, который по размеру, по размеру один в один подходит на эту полочку. Вот он один в один подходит. Но, как оказалось, я его не могу засунуть. То есть я его наполнила, например. А наполнение у них идёт вот здесь вот сверху. И на верхнюю полку, только вы наполнены начнёте, я начала его засовывать. И вы представляете, он в угловой шкаф не помещается. То есть вот, когда я начинаю его засовывать, он у меня вот так вот углом упирается. Вот таким образом, да. И всё, и я его не могла дальше засунуть. Я танцевала с этим кофром, и мне было обидно. И я думала, ну у меня же всё должно, но не может это быть. То есть помните, что если у вас вот такой угол, как у меня, угловой, то угловой вариант вот такого шкафа на 60, то вот этот вот кофр на 60, он не поместится туда. Потому что вот он, да, он не может пройти угол. То есть вот такой кофр, он рассчитан только если у вас прямой шкаф. Ну, как бы прямой, без вот этих дополнительных строений. Нигде это я не могла ни узнать, ни прочитать. Поэтому делюсь с вами, потому что представляете, как мне обидно, что у меня, конечно, оно у меня не пропадёт. Я им заполню там, можно это и здесь так вертикально, допустим, ставить, да. Но сами понимаете, что я всё-таки его рассчитывала туда. При этом мне пришлось там уже мудрить, хитрить. И понимаете же, что когда уже всё такое, ну, в разнобой, смотрится оно не так, ну, ладно, шкаф закрыт. Я уже с этим смирилась. Но имейте это в виду. То есть вот этот вот большой наполненный, он вот так не войдёт. При этом, если бы у него было открытие где-то спереди, то есть я его туда засунула, внутрь напихала, и потом спереди как бы закрыла, или сбоку возможность. Но здесь такой возможности нет. Углы. Видите, как полностью раскрывается. Вот этот вот шкаф. И я сейчас вам расскажу про ручки. Если вы будете делать ручки дверей, вот видите, вот у нас такие ручки, то имейте в виду, что когда, если вот как у меня открытие, почему мы всё-таки решили, несмотря на то, что затенение, вот так сделать. Потому что когда две двери открываются, и такой пример есть как раз в Икеа, то получается, что ручки вы не сможете разместить на одном уровне. Вот в чём дело. Потому что они друг в друга будут втыкаться. И для такого расположения есть плоские ручки в виде ремешков. Они не просто так разработаны. То есть вот такие вот плоские, как кожаные. Я сначала думала, зачем, кто такими ручками пользуется. А вот если у вас вот дверь вот в эту сторону открывается, она будет вот об эту ручку, то есть две двери, когда одновременно откроются, они откроются. Потому что здесь угол даст им открыться. Но они будут стукаться ручками. И как раз я видела вот эти такие же ручки. Видела, что были на другом, вот ниже вот на этой двери было прокручено. То есть получается, при закрытом варианте у вас, представляете, если вы вынуждены будете ручку ниже сделать. Вот такой вот нюанс имейте в виду. Потому что именно из-за них я и рассказываю. Дальше. На всех шкафах, которые стояли у них на образцах, нигде не было вот этой вот резиновой белой. И когда я стала покупать, мне продавец сказал, у вас будет беленькая. Я говорю, разве не такая? А у них, знаете, такой как ворс вот здесь стоит. Она говорит, нет. К этому шкафу вот идёт вот такая. То есть у них не было углового синего. Но на самом деле это и правильно. И ещё вот в таком вот варианте, что за это можно взяться и открывать. И если вы сделали вот так, ну, например, перезакрыли, да, хоть как-то подцепиться, потому что если был бы ворс, то в этом отношении, ой, лучше. И если у вас, конечно, всё должно быть идеально ровно, потому что если у вас где-то кривые полы или ещё что-то, вот эта щель, она должна идеально ровно смотреться у вас, понимаете? Потому что вот она белая, её видно, и представляете, если она где-то будет расширяться, потому что они состыковываются. Но они внизу, у них есть специальные ножки, которые регулируют высоту, и в этом отношении всё хорошо. Единственное, что здесь вот этого не видно, на самом деле ещё этот шкаф, когда вы делаете состыковку с угла, то там остаётся до стены и идёт накладка сверху, чтобы не было. То есть я не знаю, почему нельзя было до конца до стены сделать, в чём здесь прикол, но я думаю, что это вопрос вот в раз выглядит, это следующим образом. Видите, здесь 35, а здесь, если вы уже отсюда, будет 20, то есть 15 сантиметров, представляете? Вот оно вот там не до конца. И получается размеры вот этой части 50-50 и 20-120, и ещё там 15 сантиметров, вот суммируйте, видите, насколько это как бы выступает, тебе кажется, что метр плюс 35, выступает на метр 35, а функционально метр 20. Вот так вот это запроектировали. Если вы не сразу запроектировали, то имейте в виду, вот эти вот пластиковые, как раз видите, у меня вот здесь, видите, чуть-чуть сдёрнуто. Это мы сначала в другое место вот это вот вставляли, и когда вытаскиваешь, то может вот так вот немножечко расшелушиться, поэтому вот из-за этого сто раз вам полку не переставить. Нужно сразу заранее запроектировать и понять, что... Этот шкаф на 35 уже у нас второе открытие. Здесь мы сделали уже два ящичка и корзину, потому что мы посчитали, что ничего не нужно в корзину, но вот недостаток корзины как раз то, что вы никакие кофры туда не спроектируете, и что-то будет у вас всё время торчать, но она не полки. 45 на 35 высота здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь между... Ну, чуть повыше. Ну, тоже здесь по-разному проектируете. И прежде всего тоже я вот эти две полочки, видите, мы вот думали, делать ли на одной высоте или не делать, потому что мы их проектировали уже под другие кофры, а они ниже. И здесь раз, два, три, четыре. Сейчас покажу, как кофры... Вот, я их сейчас заполнила, потому что, ну, пока я говорю, у меня здесь ещё перемещение и генеральная уборка. Вот я обувь достаю на весну. Так вот, видите, здесь встаёт вот таких два кофрика, а вообще они в комплекте идут четыре штуки, и мы как раз четыре купили вверх и вниз. И дело в том, что вот таких кофр, как вот в том шкафу, сплошных, 45-35 мы не нашли, просто, может быть, здесь их нет, я не знаю, я обыскалась, может быть, они будут потом, со временем, но, в общем, их реально нет, поэтому вот в такой узкий шкаф 45 на 35 вы не сможете разместить кофры сплошные, вот, либо только вот... Ну, я сюда, кстати, и одежду пробовала прятать, вполне себе можно и одежду хранить в таких кофрах, какая разница, даже удобнее в чем-то по видам её раскладывать. Так, и ещё один фокус. Вот я запроектировала, и видите, вот сюда из-за вот этой вот не влазит. То есть, по размеру подходит, а из-за того, что здесь крепление для открывания двери петли, то оно по размеру не входит. И 4 я купила, но 4 поставить не могу. Вот эта вот часть, она тоже имеет свои ограничения. У нас она прям идеально доходит до косяка, прям тютелька в тютельку, ещё для выключателя место осталось. И поэтому мы очень радовались, когда вот этот угол запроектировали, что он у нас так идеально ставит. То, что на входе я решила сделать шкаф на 35, то есть поуже, это решало проблему громоздкости, потому что, когда входишь, чтобы не было такого эффекта коридора затянутого, он смотрится в таком варианте полегче. Не всегда хорошо, чем больше, тем лучше. Для того, чтобы всё смотрелось легко, иногда лучше пожертвовать. Сантиметрами, тем более, они на самом деле не функциональны. И, кстати, когда мы проектировали вот этот выключатель, вы знаете, вот мы вот на сантиметры бы дальше разместить могли, если бы выключатель, у нас не было проблем ставить шкаф, вот прям он вот впритык, вот здесь вот дырочку, вот чуть-чуть вот подальше называется, и у нас бы было бы вообще счастье. Ну и так, хорошо, мы уже привыкли, но когда первый раз я увидела, ну что ж такое, вот хочется, до симметрии, но никто, конечно, это не замечает, кроме тебя самого. Что здесь при таком размере вы будете вынуждены сделать? Вот эта дверь на 50, все двери идут на 50, и 50-50, и вот эта часть, вот эта часть в этом шкафу всегда будет зеркало. То есть 25 сантиметров размер у вас всегда будет зеркальное. То есть другого варианта у Икеи просто нет. они не делали вот такого вот плана, то есть если вы захотите, чтобы у вас был сплошной, допустим, фасад, ну мало ли ваше пожелание, то это невозможно. В нашем случае это хорошо, потому что это глухая, опять же, стена, отражает свет, визуально увеличивает, и зеркало я хотела, и так далее. То есть в нашем случае все сошлось, все срослось. Ручка у зеркала, видите, вот такая вот, и она нам продиктовала в результате выбор вот этих ручек, потому что, ну как бы, это синенькое, то вот это хотелось к этому, хотя у меня у дверей, ну скорее всего у дверей я буду ручки менять, потому что у дверей золотые ручки, мы переделывали ремонт, и у нас дверь, вот вообще я хотела сине-желтые изначально все, но у нас получилось серо-синее с желтыми акцентами, ну в общем, это исходя из того, какие обои мы смогли купить, но это уже совсем другая история. так вот, ручки мы подбирали, исходя, то есть у нас выбора тоже на ручек в результате не было, но я довольна, они удобно, достаточно открываются. Ну давайте посмотрим лечение, которое у вас появится, когда вы будете размещать вот такой вот шкаф. Дело в том, что мы с мужем разделили мои крайние, да, части, и его середочка, ну вот так разделили, потому что у него рубашек очень много и так далее. И у меня до этого, у меня в принципе одежды, которая висит, не так много. Я перестала носить пиджаки и так далее, и у меня очень много футболочек, которые на полочку складываются. Но есть, конечно, платьишки, то, что мне обязательно нужно повесить. Но я в этот шкаф помещаюсь, и есть какие-то вещи, то я эксплуатирую, конечно же, и ту половинку, там две-три вещи, я могу туда свободно повесить, если мне это будет нужно. Так вот, вот штанг у вас будет размещаться только вот таким образом в таком шкафу. К этому нужно привыкнуть. Дело в том, что у меня уже в коридоре такие были, вот такое размещение. Оно в чём-то и хорошо, в чём-то и плохо, потому что, если вы размещаете в вешалочке, то я потом буду показывать, когда рассказывать про наполнение шкафа, а это у меня будет отдельное видео, то есть я свои лайк-хаки покажу, всё вам покажу, то вот здесь на самом деле остаётся пустоватое место. Это вроде и хорошо, и плохо, но вот я приспособила, что у меня это пустое место, потому что, ну вот реально платье вот до сюда доходит, ну, из-за ширины плечиков, из-за ширины вешалок. Чтобы это пространство использовать, я вот, видите, вот таким образом его использую, чтобы оно у меня не пропадало, я решила здесь утюжочек разместить, и очень довольна, потому что я как раз глажу, утюг, всё развесила, утюг на место поставила, то есть всё меня устраивает. Так что имейте в виду. Дальше, наверху, вот полочки, вот так вот, я сделала одну полочку, там, по-моему, 10 этих, сейчас посчитаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и вот здесь ещё спрятался, одиннадцать, одиннадцать у меня между полками, одиннадцать шашечек, видите, вот по этим дырочкам, значит, очень удобно рассчитывать. И вот там кофр, который у меня уже был, он как-то мне туда подошёл, я его там пока и оставила, потому что родного кофра такого нет, две полки мне вроде уже не нужно, потому что излишнее количество полок это лишние деньги, и мне они... Ну и внизу у меня здесь полочка такая простая, тоже видвижные вот ящички, здесь у меня там постельное бельё, корзина. Это самое мое длинное платье, видите, вот оно вот всё-таки вот так. Но куда ж деваться, вот так? Только подумала, что мне платье я длинное особо не ношу, и у меня сразу появилось длинное платье, которое впритык здесь помещается. Надеюсь, моя экскурсия по моему ПАКСу была для вас полезна, и на какие-то вопросы вы нашли ответы, потому что для вашего шкафа, для вашего проектирования, конечно, у вас будут ещё какие-то нюансы. Обязательно, если у вас есть возможность, подойдите к продавцу, потому что вот какие-то нюансы, она начинает вам рассказывать из своего опыта. Что-то вы у меня увидите, что-то вы увидите обязательно на выставке. Откройте все шкафы, которые там представлены, и внимательно рассматривайте. Крепление, как стоят полки, сколько где расстояния, как стоят кофры, потому что они вам не просто так там представлены. В этом отношении в Икеа выбирать очень удобно. И после этого принимайте решение, нужен ли вам этот шкаф, не нужен. Я в следующем видео, не в следующем, в ближайшем из видео, буду рассказывать про наполнение, потому что я жду несколько аксессуаров в шкаф, которые хотела бы показать. И, пожалуйста, будут мои лайкхаки, обязательно пишите свои лайкхаки, с чем вы столкнулись, потому что я по кофрам один момент рассказала, что сюда я не могла подобрать, сюда я подобрала по размеру, а он вот так не входит, если его запёхивать. Понимаете, то есть вот эти все нюансы, они складываются в деньги, потому что я за ковр фактически переплатила, хорошо, что я его приспособила. И вообще с наполнением у Икеи есть какие-то подвохи. Я когда стала набирать наполнение, то в результате сам шкаф, я обязательно посчитаю, вот здесь напишу стоимость, сколько нам обошёлся этот шкаф, потому что первый раз по нашим расчётам было, по-моему, около 50 тысяч, а потом ещё мы докупили, а потом ещё докупили. И мне нужно действительно посчитать, сколько это будет стоить. в результате. Но цены меняются, так что, может быть, эта информация не актуальна. Но я была удивлена, когда я стала покупать вот эти кофры, что они по стоимости очень даже увеличивают на много себе стоимость. То есть, когда вы рассчитаете сам шкаф, это ещё не всё. Посчитайте, сколько стоят аксессуары, которые вы будете. Потому что без разделителей, без вот этих кофров сама система хранения не представляется нужным. Потому что вот весь этот шкаф, да, он всё-таки покупается вместе с системой хранения, то есть, вместе со всеми прибамбасами, которые идут. Они могут очень сильно удорожать. Очень сильно удорожать каждый шкаф. Поэтому всё, всё посмотрите, сколько что стоит, чтобы определить уже общий бюджет. Также не забудьте посчитать доставку, потому что в Икеа очень дорогая доставка. А вот эту мебель вы сами не довезёте. Вы сами не довезёте, потому что она длинная, и обязательно нужна будет доставка. И имейте в виду, самое сложное, это ещё и возврат, потому что мы столкнулись с тем, что мы, знаете, мы посчитали, что на Икеа работают профессионалы, и мы им доверились. И когда она нам рассчитала, мы посчитали, что да, всё, нам всё достаточно, и всё хорошо, и нам привезли, и мы всё посчитали. А дело в том, что она нам посчитала лишнее. Представляете? И мы посчитали, по накладной количеству коробок пришло столько, сколько нужно. А когда стали собирать, то оказывается, что у нас элементы лишние, стеночки лишние. Она нам лишнее насчитала. Поэтому нужно всё перепроверять. И мы вот действительно вот так вот лоханулись, по-другому не скажешь. И мы вынуждены были отправлять обратно. То есть мы из-за этого мы уже давно хотели багажник купить. Мы купили багажник, потом он всё равно нам пригодился, потому что он нам был железно нужен. Поэтому вот такие и бывают косяки. Ещё один очень интересный косяк. Мы не сразу купили выдвижные ящички. И когда я стала проектировать, я решила, что мне нужен ещё один, но низко. Не сразу я посчитала. И мы полгода не могли купить ящики. Мы при этом раза три ездили в Икеа в результате. И отлавливали в ящики. Их сразу не было. То есть вот не было. Их не было нигде, понимаете? То есть я уже готова из другого города была их привезти. Поэтому старайтесь по максимуму есть в наличии, всё брать. Не думайте, вот вы можете оказаться в той ситуации, что я, причём я снять хотела, думаю, вот я сейчас по-свежему сниму и всё расскажу. И я снять не могла показать, потому что у меня шкаф был недособран, у меня не хватало ящиков. И мы их полгода ждали. Вот такой ещё один косяк от Икеа. Это Таня Матаня на канале Позитивные идеи. Надеюсь, моё видео было для вас полезным. Оставайтесь со мной на моём канале и пишите, пишите, что у вас в вашем шкафу было непредсказуемым, прежде чем вы его спроектировали. Какие вопросы вот есть ко мне, я вам обязательно отвечу на эти вопросы. Всем пока! Оставайтесь на моём канале Позитивных. Субтитры сделал DimaTorzok